Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Какие возможности предоставляет читателям современная библиотека? Какая литература сегодня востребована? И как приучить ребенка к чтению? Об этом говорим сегодня и в нашей студии директор Самарской публичной библиотеки Ольга Любимова. Здравствуйте, Ольга Германовна. Давайте начнем с самого начала, с истории. Когда в нашем городе появилась публичная библиотека, когда это было? Наверное, интересное такое явление. Начало библиотечного дела в Самаре относится к 1860 году. И долгие годы библиотека не имела постоянного своего помещения и арендовала разные... И была в особняках, и при гимназиях, и при редакциях газет. В 1882 году библиотека арендовала помещение у купца Христензена. Вообще здание нашей публичной библиотеки – это объект культурного наследия, памятник истории, архитектуры федерального значения. А где она располагается, чтобы мы уже представляли визуально? Улица Куйбышева, дом 95, в самом центре Старой Самары. У нас трехэтажное кирпичное здание после ремонта и реставрации. Дом построен во второй половине XIX века купцом Саниным. Впоследствии его приобрел Юлий Богданович Христензен, датчанин по происхождению, выходец из немецких колоний под Царицыным. Вот как раз Христензен издал городу на 14 лет второй этаж своего особняка под публичную библиотеку. А на первом этаже у него был знаменитый магазин колониальных товаров. Вообще это был первый универмаг в Самаре, потому что в то время магазины были отдельно одежда, отдельно обувь, отдельно булочная. А вот у Христензена можно было купить сразу все, и самарцы очень любили этот магазин. А с 1982 по 1996 год Самарская публичная библиотека была расположена на втором этаже и музей Александра Второго. Прямо в этом же здании? В этом здании. А почему такое соседство? Вот чем Александр Второй близок к библиотеке? Вообще самарцы очень любили Александра Второго как царя-свободители, и памятник рядом на площади говорит об этом. И вот в 1982 году Самарской публичной библиотеке было присвоено имя Александровской. То есть она уже переехала в особняк Христензена Александровской публичной библиотекой. И музей можно так же посещать, как и библиотеку в то же время, в те же часы. Да, да. Вот все равно ваша библиотека называется публичная. Мы привыкли, что есть городская библиотека, областная, просто библиотека, детская, для взрослых. А вот статус публичный, он к чему-то обязывает? И вообще, вот почему такое название? Ну вообще все библиотеки, они в принципе являются публичными, потому что это термин народный и общедоступный. А Самарская публичная библиотека, это в 1992 году вернули старое название. И правильно сделали, очень хорошо. Да, то есть чтобы как-то сохранить историю в нашем городе. А вообще все общедоступные библиотеки, они являются публичными. Ну вот специфика вашей библиотеки все-таки в чем? Потому что там есть музей и еще может быть что-то. Ну, наверное, да. То есть специфика в чем? В 1970 году, в 1970 году в этом здании была вновь открыта библиотека, и она называлась городская библиотека политической книги. Она была единственной в Советском Союзе на то время. И фонд ее, конечно, был такой узконаправленный, общественно-политический. 80% фонда было как раз именно это история КПСС, марксизм, ленинизм, история России. Вот. Сейчас у нас фонд универсальный, мы стараемся уже комплектовать его, конечно, художественной литературой. И в последнее время мы стали большое внимание уделять детской литературе, потому что если мы не вырастим сейчас будущего читателя, то есть для кого мы будем... Вот интересный такой момент. Вы сказали, что это культурное наследие здания принадлежит, но была реставрация. Ведь это, наверное, очень сложно, реставрировать здание, которое принадлежит к культурному наследию. Вот скажите, сколько длилась реставрация и вот почему решили его реставрировать? Оно что было такое запущенное? Здание было в достаточно плохом состоянии и реставрировались, мы ремонтировались два года. У нас великолепно отремонтирован фасад здания. И вот уже, если кто подходит к нашей библиотеке, можно экскурсию начинать прямо на фасаде. Между каждым окном можно увидеть кирпичик, потому что реставраторы вручную каждый кирпичик очищали. Там есть кирпичи с клеймом, там можно прочитать изготовителей кирпичных этих заводов, можно увидеть дату 1879 год. То есть история, она прямо вот уже с фасада идет. У нас великолепные ворота, которые тоже были заново поставлены и ворота сделаны по рисункам, которые смогли найти реставраторы, которые вот именно такие, какие были в 19 веке. Ну вот такой перерыв в два года, он не повлиял на востребованность такой читательской активности? А мы не закрывались. А, не закрывались, все равно работали. Конечно, мы закрывались, сейчас кто-то из читателей скажет, а как же я приходила и видела объявление? Нет, на 2-3 месяца мы закрывались. То есть мы работали то один этаж, то другой. То мы заходили там не с парадной лестницы, а с боковой. Но мы все два года старались максимально обслуживать читателей, насколько это было возможно. Но у нас есть сюжет как раз с церемонии открытия после реставрации публичной библиотеки. Давайте его посмотрим, он потом продолжил разговор. Время здесь, кажется, течет по-особенному. Попадая в публичную библиотеку, как будто окунаешься в 19 век. Однако при этом музейные пространства здесь соседствуют с современными технологиями. Старейшая в Самаре библиотека основана в середине 19 века. По ее лестницам ходили Петр Алабин, Максим Горький, Владимир Ленин. Дух того времени передают музейные комнаты библиотеки. После реставрации их впервые показали публике. Интерьеры кропотливо восстановлены по старым фотографиям. Наполнение комнат антиквариат. Что-то приносили в дар читателей, что-то хранилось в самой библиотеке. Как этот раритетный рояль, мебель, предметы старины и книги. И даже обои сделаны специально под заказ. Они точно повторяют оригинальные. Те, что скрывались под несколькими слоями краски. Три века истории у этой библиотеки. Век 19-й мы его видим в этих музейных комнатах. Век 20-й – это наш третий этаж. Там тоже замечательная музейная комната, интерьеры. И сейчас то, что мы проводим массовые мероприятия, конференции, презентации. Наши читатели – это наш век 21-й. Над зданием трудилась целая команда архитекторов, реставраторов и дизайнеров. Оконные конструкции восстановили по чертежам того времени. Привели в исторический вид и фасад здания. Реставрировали и знаменитый световой фонарь. Установили зеркала, которые отражают свет и расширяют пространство. За время работ сделано немало находок. Так, под слоем штукатурки на кирпичах обнаружился штамп 1879 года. А когда краску стали снимать внутри, то неожиданно узнали, что подоконник под ней из настоящего мрамора. Прекрасно восстановленный фасад, восстановленное здание – один из лучших образцов реставрации за последние годы. В городе Самаре это признает, в общем, все. И градозащитное сообщество наших архитектора. Это тот случай, когда не только здание восстановлено, но и в нем восстановлена жизнь. Еще в 2013 году возникла вот такая задумка восстановить в рамках общей программы по восстановлению исторического центра города. Это вот прекрасное здание. Мы разработали проект, мы подошли к этому вопросу не с типовым подходом, а творчески, индивидуально, с креативом. Реставрационные работы внутри здания будут продолжаться до конца года, но уже сейчас библиотека готова принимать читателей и гостей в своих фондах и музейных комнатах. Несмотря на то, что такое историческое прошлое, большая библиотека все-таки современная. Вот современная библиотека, какие услуги она сегодня предлагает читателям? Что-то новое появляется, что-то модернизируется или это совсем не обязательно? Потому что все-таки библиотека это такое классическое, традиционное и так далее. Нет, ну, конечно, традиционные услуги мы представляем, как все библиотеки города. Это и библиотечное обслуживание, то есть это книги на дом, это услуги читального зала. Компьютеры, выход в интернет у нас абсолютно все бесплатно. Пожалуйста, можно прийти, можно поработать. Потом дополнительные в виде ксерокопирования, ламинирования, переплет дипломов. Это вот такие сопутствующие услуги нашего читального зала. А я слышала, дистанционное еще есть обслуживание? Или вы еще к ним не подошли? Нет, почему? Почему мы предлагаем нашим читателям, то есть особенно маломобильным гражданам, мы можем осуществлять, и мы осуществляем, это раньше называлось книгоношество. Был такой термин в библиотечном деле в советское время, когда книги приносились читателю и обменивались на дому. Мы можем справки оказывать по телефону, по электронной почте, общаться на сайтах. У нас есть свой блог, то есть все пожалуйста. Да. Ну, вообще, конечно, у библиотеки самый важный аспект это социальный, воспитательный, образовательный даже. И такая, как сказать, небюджетная, некоммерческая структура. Вот как вы с этим справляетесь, пополняете фонды? Потому что понятно, что хочется все больше, лучше, разнообразнее, разностороннее и так далее. Ну, учитывая, что мы два года были в ремонте, в реставрации, и сейчас мы имеем очень красивое, такое, я сказала, достойное помещение библиотеки. И я думаю, что у нас все наши проекты и планы, которые мы сейчас разрабатываем, должны осуществиться. Мы можем предложить городу много интересных проектов. Прежде всего, связанные, конечно, с развитием наших музейных комнат. Это музейная комната 19 века и наша, так, ну, Ленинская комната или библиотека политической книги. У нас разные экскурсионные маршруты. Это могут быть и семья Ульянова в Самаре. Кстати, это сейчас очень интересное. Востребовано? Да. Ничего себе. Вы знаете, когда вот посетители сначала посещают 19 век на втором этаже нашего музея, потом поднимаются на третий этаж и оказывается как бы в веке 20-м. Они говорят, что на втором этаже очень интересно, потому что вот эти предметы быта, музыкальные инструменты, это все действительно здорово. А вот на третьем этаже, в советской, так сказать, комнате ностальгия настолько их охватывает. И людям очень приятно, потому что кто-то вспоминает, ой, у меня вот когда-то у бабушки это было. Вот эта книга у меня там у дедушки в шкафу стояла. А вот у нас же там есть и патефон тоже, мы с советских времен, и пластинки. Мы хотим предложить детям рассмотры диафильмов. У нас есть в хорошем состоянии диапроекторы, причем у нас есть учебные фильмы, есть какие-то сказки там развлекательные. Я думаю, школьникам будет очень интересно посмотреть, как проводили досуг их там бабушки, дедушки, когда собирались там соседи, двор весь садились и устраивали диафильмы. Потому что действительно, вот вы говорите, какие разные эпохи, советское время тут и революционное, и дореволюционное. Экскурсионные маршруты связаны вот с бытом горожан 19 века. Аксаклы в Самарском крае, мы предлагаем такие литературные экскурсии. Я думаю, что школьникам, студентам будет интересно и гостям города. У нас есть несколько фотографий, кстати, которые вы нам любезно предоставили. Давайте их сейчас посмотрим. И прокомментируем. Да, это вестибюль нашей библиотеки, первый этаж, вот так он сейчас выглядит. Причем, вы знаете, вот плитка на полу, вот на этой фотографии она новая, а вообще мы пытались сохранить 19 век. Это наша такая немножечко веселая инсталляция, связанная с Максимом Горький, который посетил библиотеку, потом написал фильетон по поводу этого посещения. Вот так выглядит вот вход в библиотеку с информацией о наших услугах. Коридор второго этажа. На стендах история библиотеки, современная инсталляция лестничного пролета до третьего этажа. Да, это оформление музея, грот, Алабин, потому что именно Петр Алабин в этом здании занимался библиотекой. Это вот наш как раз музей, экспонаты, которым очень нравятся посетителям. Мы ничего не убрали под стекло. Обратите внимание, наши экспонаты мы до сих пор осторожно даже разрешаем, ну, особо маленьким нашим гостям. Им очень нравится потрогать и посмотреть. Пианино настроенный музыкальный инструмент в рабочем состоянии. Тоже, если человек... Стулья тоже какие-то с тех времен? Да, да. У нас есть и мягкая мебель, и вот эти такие традиционные венские. Это фотография одной из самых старых книг 1809-го. Но есть у нас и 1776-го даже издание. Как раз фамилии тех людей, которые были в этом здании. Вот так выглядит наш сейчас, скажем, вход в библиотеку. У нас вывеска на фасаде, и маленькая, и большая. Теперь город знает, а то многие просто и не знали, что мы там находимся. Да, вот еще раз для тех, кто решит прийти, чтобы не пропустить вход. Да, вот такое вот интересное, красивое получилось. Это наш любимый, знаменитый. Вот такие облака можно наблюдать в светлое время. Вечером крайне тоже красиво. Звезды, иллюминации. И раньше это тоже так было сделано? Он по-другому выглядел, да. Это наш читальный зал, второй этаж, где мероприятие мы предлагаем. Тут же у нас стоит книжный фонд, который спокойно читателям может зайти, взять книжечки. Стеллажи нетрадиционно оформлены, то есть они специально сделаны под заказ. Чудесная вот комната для каких-то встреч. Вот такая диванная комната у нас, она без двери, такое открытое пространство. Очень полюбили ее посетители, просто присесть. Много у нас розеток, можно подключить все свои устройства электронные. Вот так оформлен второй этаж. То есть это XIX век, вот мы старались. Ленинская комната как раз старинные, такие 50-х годов шкафы, мы их реставрировали. Патефон. Рабочий патефон, да, мы его всегда включаем. Мы его используем на мероприятиях. Действительно, вот прям попадаешь в старинное такое здание, книги и шкафы. Очень удачно. Интерьер подбирался. Да. Вот так оформлены стены. Это тоже что-то такое, стиль модерн какой-то получается. То есть батареи пытались вот так очень красиво оформить. Это книги у нас есть с печатью. Именно вот. Вот еще раз взгляд на небо. Он привлекает внимание всегда посетителей. Да. Ну вот вообще традиционно библиотека, она объединяла горожан, любителей книг и поэзии и так далее. Скажите, вот у вас местное сообщество как-то концентрируется? Вы можете предложить там поэтам нашим самарским писать, провести встречу с читателями и так далее? Конечно, мы очень надеемся. Вообще уже многие заинтересовались и даже театры города Самары. Согласны с нами проводить совместные мероприятия и литературное объединение. Мы хотели бы, вообще я мечтала в свое время, театр книги открыть на базе библиотеки. Как интересно. Театр книги. Как это можно совместить? Вот интересно, театр книги. Есть театр песни, да? Вот как-то вот задумка. А вот театр книги что это? Вот дети, они изначально все артисты. А многие взрослые, ну, может быть, они не хотят в этом признаться, но очень многие хотели когда-то выступать на сцене. Что-то не заладилось, не получилось, но мечта осталась. Я предлагаю горожанам объединиться. Кто-то хотел играть, кто-то сейчас и детям, и взрослым, даже маломобильным гражданам собирается такой вот коллектив единомышленников. Возможно, сначала идет к чтению литературных произведений. И на обсуждение, к примеру, мы выносим, ну, сколько-то, какое-то количество. Кто-то говорит, давайте Зощенко поставим. Кто-то говорит, нет, давайте Чехов лучше. В результате, там, выносим решение, ставим какое-то произведение. А сцена у вас есть, да? Сцена у нас есть, да. Потому что поставить-то можно, где смотреть-то? Я думаю, что, возможно, театральные действия, кто-то заинтересуется. Конечно, нам, библиотекарям, это будет непросто сделать, и нам нужно обязательно профессионал присутствовать при этом. Но это может быть очень интересно. На самом деле, да. Где и дети, и взрослые вот вместе, и потом мы можем какие-то благотворительные концерты делать, и спектакли. То есть, вообще задумка интересная. Здесь много, да, здесь и семейное объединение семей. Если взрослый придет вместе с ребенком. И реализация творческих своих способностей. Ну, очень интересно. Я хотела сказать до этого, что вы конкуренты музеям, и Ленину, и чуть ли не модерну, а теперь уже вы конкуренты практически театра. Нет, нет, нет. Ну, столько задумок интересных, это, конечно, замечательно. Лучше социальный партнер, совсем конкуренция нет. И все-таки вот про фонды. Основное это фонды, да? Конечно. Люди идут в библиотеку, чтобы была книга, и именно та, которая их интересует, и так далее. Какими фондами вы располагаете? Кто ваш читатель на сегодняшний день? Говорят, что дети уходят, молодежь тем более, уже книги неинтересны, есть интернет, и так далее. А что вот, вы как специалист, как эксперт, вот как эту обстановку видите со стороны? Вот вообще фонд нашей библиотеки Самарской Публичной около 130 тысяч экземпляров. Основные наши читатели, это жители, конечно, Самарского района. Ну, у нас очень удобное расположение, в центре города много офисов, учреждений, и люди в рабочее время меняют книжечки, читают. Тетей стало намного больше. Вот мы стали комплектоваться детской литературой, и к нам пошли школьники нашего Самарского района. Но вообще мы очень активно работаем со школами. Наша любимая, это 63-я школа, 15-я у нас тут рядом, 13-я. И даже мы 5 лет назад запускали такой экспериментальный проект, который назывался «Будущий читатель». Вернее, он уже продолжает. То есть мы взяли параллель первого класса, и они стали ходить к нам на мероприятия регулярно. Вот сейчас они перешли в 6-й класс. И эти дети, мы их знаем всех по именам, они знают нас. Они привели к нам своих родителей. То есть они вот с гордостью девочка ведет папу в библиотеку и говорит, посмотри, это моя библиотека. То есть поднимают опытажам, а папа удивленно говорит, вот это все можно взять, и все бесплатно. У нас очень неплохой фонд на абонементе, где выдача литературы на дом. Там вся новая литература, это красивые переплеты, это и современная проза русская, и зарубежная, это, конечно, классика. Ну и детективы, исторические романы, фантастика, фэнтези, это все, что любят молодежь, и это очень привлекательно. То есть они не найдут у нас там старую пыльную какую-то книгу, это все выглядит очень достойно и интересно. И вот еще такой вопрос. Литература в подлиннике есть? Потому что я знаю, что это очень дорогие экземпляры. Вот если действительно на языке, носители, писатели, да, вот это очень дорого. А у вас обладает вот фонд хотя бы вот каким-то количеством книг? Нет, во-первых, вот та литература, что стоит у нас в музейных комнатах, вот это вот 19 века по закону о библиотечном деле, мы ее обязаны предоставить читателю. То есть если читатель захочет ознакомиться вот с этими редкими изданиями, он может прийти, взять эти книги. И, конечно, домой мы не дадим, сразу говорим, но в зале поработать с такой очень интересной литературой, а там есть и художественная, и историческая, и энциклопедическая литература. У нас это все можно и абсолютно бесплатно. И на иностранном языке тоже вот писать? На иностранном, нет, на иностранном языке, честно скажу, немного книг. Немного, да. Но при желании можно что-то найти, чтобы вот... Нет, но постепенно мы как раз сейчас пытаемся, вот имея в виду, что фонд нашей Самарской публичной библиотеки, это фонд библиотеки политической книги, и вот эта вот узкая направленность философско-исторической литературы, она присутствовала. Мы вот последние годы пытаемся, пытаемся вот этот крен изменить на художественную, на публицистическую литературу. Ну, для студентов-историков это такая находка, да? Я надеюсь, что они воспользуются нашим отделом редкой книги, где можно в руках подержать такую живую историю, это очень интересно. Вот вы когда сказали, что у вас был такой проект «Будущий читатель», я подумала почему-то, что читатель, он не может быть будущим. Когда человек начинает читать, он уже читатель, а у вас как-то... Вот что вы вложили? Нет, дело в том, что официально мы считаемся библиотекой для взрослых. У детей есть свои библиотеки. А нам интересно, вот сейчас они вошли, наши первоклассники пошли в шестой класс, они вошли в самый сложный подростковый возраст. Не изменится ли их доброе отношение к библиотеке? То есть, как они дальше, вот они будут взрослеть, они будут выбирать профессию? То есть, останется ли наша библиотека вот в их жизни, вот на том месте, на котором мы сейчас у них находимся? А вообще вот ваш прогноз, время меняется стремительно, да? Вот уже технологии новые до такой степени вошли в нашу жизнь, и кажется, что вот скоро все какое-то вот традиционное и старое уже будет уходить и будет заменено. Вот ваш прогноз для библиотек, что с ними будет дальше? Они будут трансформироваться или вообще могут исчезнуть? Есть такое, конечно, мнение, что электронные все, так сказать, издания, они вытеснят традиционную книгу. Но я вот наблюдаю за этим процессом, вот в последний год, может быть, полтора, пошел обратный процесс. Вот люди наигрались уже. Вот когда у всех появились планшеты, букридеры, вот это было все так активно, и книга ушла на задний план. Сейчас все, вот уже все у всех есть, и книга снова... Вот обратите внимание, даже в транспорте можно увидеть уже молодого человека с книгой и даже не удивиться. Возрос интерес к печатным изданиям, где снова хотят перелистывать страницы, ощущать вот этот вот... Некоторые говорят, знаете, мне вот не один человек говорил, он говорит, я нюхаю книги. Это запах новой книги, он вот прям вот иногда завораживает. Да и старые тоже, наверное, когда даже страницы уже, которые... Я верю в хорошее будущее в библиотеках. Конечно, они изменятся. Нельзя уже, если мы останемся такими, какими мы были 15 или 20 лет назад, конечно, библиотекам будет трудно выживать. Нужно какие-то новые формы привлекать. И особенно, конечно, с молодежью. Особенно нам нужно работать с молодежью. А вот изначально все-таки может быть такой практический совет родителям, как детей к книге приучать. Потому что нет такого, что вот я не читал, не читал, вообще не интересовался ни книгами, ни чтением, а потом вдруг зачитал. Надо же приучать изначально детей к чтению или нет? Или это может потом возникнуть? Нет, это вообще-то проблема вот комплексная. Не может одна семья или одна школа приучить ребенка к чтению. Беда в том, что современные родители мало читают детям. Они очень загружены. И сами читают, наверное, мало. Они сами мало читают, потому что у них действительно нет времени. Не то, что они там плохие или они, может быть, молодые родители. Темп другой. Темп жизни не позволяет уделить бабушке, дедушке тоже. Ведь вот если мне читала, если я сидела дома с бабушкой на лавочке, и я на мне, бабушка, читала сказки каждый день, каждый день. Сейчас бабушки работают, все заняты. И, конечно, детям уделяется меньше времени. В школе тоже что-то изменилось. Все-таки, вот знаете, даже список на лето, не во всех школах, даже не всем детям его дают. А если ребенку не дали задание на лето, какой бы он ни был создательный, какие хорошие у него ни были родители, но его невозможно будет заставить летом. Имеешь официальный список на руках, ты должен хотя бы там, ну, хотя бы половину его прочитать. Поэтому вот родители вместе со школой должны как-то объединиться, объединиться. А я вот тоже придумала проект. Мне кажется, может быть, он будет востребован в нашем городе. Мы почитаем вашим детям. Ну, может быть, это будет выходной день. Я просто сейчас какие-то детали еще не могу. То есть мы будем выделять какое-то время и принимать у себя детей, ну, допустим, на час. Родители пусть они пойдут, прогуляются по Ленинградской или посетят торговый центр. Может, кто-то в поликлинику сходит. А мы будем просто читать детям литературу. Да, слушайте, вы креативный директор. Может быть, даже можно будет каких-то известных людей нашего города привлечь к этому проекту. Артистов. Да, вот кто-то захочет присоединиться к этому проекту. Мне кажется, это будет интересно. На самом деле, да. Мы почитаем в вашем детям. И действительно приобщение, когда, тем более, если артист профессионально прочитается со смыслом, с расстановкой. Можно потом обсудить с коллективом детей. Может быть, они нам нарисуют какие-то рисунки. Главное, чтобы у них вот этот положительный имидж в библиотеке, образ. В библиотеке было красиво, в библиотеке было интересно. Мне там очень понравилось. И я приду туда еще раз. Да, очень интересно. Скажите, какая литература сегодня востребована? Вы тоже, как эксперт, можете судить. Что популярно? И тоже какой-то же можно анализ сделать? Вот нынешнее поколение что волнует? Ну, средних лет, допустим. Ну, молодежь, конечно, читает фантастику и фэнтези. Это такое их направление. А средний возраст, ну, мужчины любят, конечно, мемуарную литературу, исторические романы. Это традиционно детективы, может быть, такие с уклоном в триллеры. Дамы, конечно, любят дамские романы. Тоже дамские детективы. Сейчас ведь на любой вкус, да. Кто-то, ну, Маринину, Донцову ее любят, так сказать, читатели наши читают. Современную российскую... Классику, классику с большим удовольствием люди перечитывают, классику. То есть, в принципе, все жанры литературы, они вас... Востребованы где-то больше, где-то меньше. Ну, конечно, вот летом, как сейчас, это легкое чтиво, однозначно. То есть, люди идут на пляж. А я еще хотела спросить, а с сезона вот зависит ли? Конечно, конечно. В жару читаются только легкие романы. Периодико мы стараемся выписывать газеты и журналы. Причем журналы такие вот, именно как традиционно, традиционно раньше выписывала каждая семья. Это наука жизнь. Это вот такие традиционные, там, на Комсомольскую правду, если это газета, там, Гео, вокруг света. Это вот... Да, и литературная газета, и журналы были, и крестьянка, и работница. Крестьянка, работница. Вот все ругают в советское время. На самом деле, вот было действительно как-то по направлениям, и все с удовольствием читали и так далее. Мы сейчас предлагаем читателям, потому что все-таки дороговато. Многим сейчас тяжело делать большие подписки домой. Приходите в библиотеку, прочитали крестьянку, работницу, верните через неделю, через две, возьмите другое издание. Понятно. Не могу не спросить и у вас, почему вы занялись такой профессией? Вот любовь к книге, к чтению откуда она у вас? Когда зародилась, вы же решили профессионально все это. Знаете, я, конечно, много читала в детстве, так лет с пяти я прям уже хорошо читала. Я не знаю, почему я... То есть у меня нету в семье, то есть это никакая не династия. Просто любили читать, и вот... Видимо, я недавно нашла свои старые книги детские, открыла, их, и вы не поверите, там приклеен листочек возврата и кармашек вот этот. И получается, что я даже сама, честно говоря, забыла, получается, что я в детстве играла в библиотекаря. Значит, наверное, это где-то вот... Ну, я очень любила посещать библиотеки. У меня были свои любимые, это областная детская библиотека на Невской. Я даже до сих пор помню, как в пять лет меня туда первый раз привели, как мне строго сказали, что нужно обязательно прочитать книжку, надо будет пересказать ее, когда будешь возвращать. То есть я вот с трепетом, и любимый у меня был первый филиал на Карла Маркса, это детская-юношеская библиотека. Вот что может сделать библиотека, если правильно все это поднесите. Поэтому вы все это знаете не понаслышке, поэтому все эти идеи продвигаете дальше. И вот больной, наверное, вопрос. Вы сказали сами, что вот нашли книгу там с этим, значит, получается, что вы ее и не вернули в библиотеку? Нет, это мои личные книги. А, личные? А то я подумала, что с кармашками это взять в библиотеку. Нет, 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 нет. Я до сих пор у вас лежит. Нет, это я свои книги наклеивала, кармашки, листочки, там какие-то надписи были, я играла в библиотеку со своими книгами. А вот вопрос невозврат, он сегодня существует? Как вы с этим боретесь? Традиционно. Телефонные звонки, открытки. Вот вообще у нас даже, когда я была рядовым библиотекарем, Самарский район, он не очень большой, мы даже делали рейды. Когда мы брали какую-то улицу, группировали, вот у меня тут пять должников на этой улице. Дома деревянные, маленькие. Мы просто приходили, стучались и прям буквально собирали книжки в сумки, приносили в библиотеку. Но сейчас как-то люди, вот нет такого, чтобы кто-то очень долго не возвращал. Вот пять-десять лет назад эта проблема была более острая. Сейчас достаточно благополучная ситуация. Да, и вот мы уже говорили о том, что время меняется, и могут поменяться библиотеки. Скажите, а сама профессия библиотекаря, она может как-то трансформироваться или исчезнуть вообще? Вот тоже ваш прогноз такой у нас минутка остается. Вот как вы думаете? Потому что это же ваше. Нет, исчезнуть не может просто по той простой причине, что не могут исчезнуть библиотеки. Может быть, их станет меньше. Я не спорю с этим, но исчезнуть нет, и как профессия библиотекарь. Она сейчас уже трансформируется. Библиотекарь уже не может просто выдавать книжку с полки. Он должен быть и очень компьютерно грамотный, потому что запросы очень сложные, читатели предъявляют. Он должен и уже вот эту досуговую деятельность, провести правильное мероприятие. У нас ведь и электронные презентации, и ролики, то есть очень много направлений в работе. И мы хотим и конференц-менеджмент разворабатывать в нашей библиотеке. Ну, очень много направлений. Библиотекарь должен иметь очень-очень многое. Да, ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы так хорошо рассказали о своей работе, о Самарской публичной библиотеке, которая недавно открылась после реставрации. Наверное, пригласим еще раз читателей в вашу библиотеку. Приходите. Спасибо за то, что вы пришли к нам. Спасибо вам за внимание. Всему хорошему. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»